МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире четвертый выпуск телемоста в формате Баку-Ереван. Сегодня у нас не совсем обычная программа. Впервые в нашем формате будут участвовать представительницы прекрасного пола из Азербайджана и Армении. Я с удовольствием представляю наших дорогих гостей. Это главный редактор информационного портала МедиААС Джамиля Олегперова. Здравствуйте! Здравствуйте, Руслан! А из Еревана по видеосвязи к нам присоединилась независимая журналистка Аня Мшисян. Аня, здравствуйте! Добрый день! Итак, гражданский диалог между представителями Азербайджана и Армении. Какова роль женщин? Джамиля, давайте начнем с вас. Как считаете вы, корректно ли вообще как-то отдельно говорить о роли женщин, девушек? Есть ли какая-то особая роль? Вы знаете, на моей памяти женщины, к сожалению, не сыграли какую-то особую роль в урегулировании эксконфликта. Но по той простой причине, что все шло на политическом уровне между главными государствами. Именно по этой причине роль женщины, к сожалению, мы не можем о ней говорить. Она несущественна. Но на моей памяти были какие-то попытки, кейсы на уровне МПО. Там участвовали журналисты, там участвовали общественные деятели. Но опять-таки каких-то особых результатов мы от этого не видели. Если из последних событий я могу вспомнить Деля Рой Финзи, вы это азербайджанская правозащитница. Она была активным участником экоакции на участке дороги США к Ханки-Анде. Она также один из активистов гражданской платформы мира между Азербайджаном и Арменией. И она пыталась как-то внести свою лепту в этот вопрос. Она обращалась к нашим гражданам армянской национальности, которые сейчас проживают в Ханки-Анде. И предлагала свою гуманитарную помощь. Оставляла свой номер и просила, чтобы к ней обращались. Но если мне не изменяет память, если говорить о ее титатах, то к ней в основном звонили представители армянской диаспоры из-за рубежа. И, к сожалению, никакого общего контакта не было. Было пару звонков из Ханки-Анде и из Еревана, по ее словам, которые говорили, что очень устали от войны и хотят мира, хотят диалога. Вот только на этом уровне. И это пока все на моей памяти. К сожалению, пока на политическом уровне этот вопрос не решен, гражданская инициатива остается подвешенной. То есть говорить пока о какой-то особой роли женщин не приходит? Я думаю, что можно было бы начать ее, если бы с армянской стороны был бы какой-то ответ. Вот, например, на Деля Архам предложение или на уровне другого, или наоборот, с их стороны, предложение к нашим женщинам-правозащитникам. Я думаю, что можно было бы начать этот диалог строить. Вот как раз мы сейчас послушаем Ане. Тот же вопрос к вам. Думаю, что вам есть что сказать на этот счет. Как считаете вы, есть ли особая роль у женщин, девушек в регулировании этого сложнейшего конфликта? Я считаю, что, конечно, особая роль у женщин и девушек в этом вопросе есть. Я, пожалуй, соглашусь с Чамилей о том, что женщины, наверное, не сыграли особой роли в этом конфликте, в этом урегулировании. Но я хочу сказать, что супруга премьер-министра Армении Анна Хакопян несколько раз говорила о том, что нужно установить мир между двумя государствами. Она также предлагала общение. Она предлагала супруге президента Азербайджана Ильхама Алиева начать вместе какие-нибудь инициативы, попробовать вести диалог, попробовать договориться. Но и на ее предложение я не услышала какого-то определенного ответа. И, как правило, все ее предложения, все ее инициативы были отвергнуты, скажем так. Поэтому, конечно, это печальный факт, но я тоже считаю, что на данный момент особой роли у женщин в этом конфликте нет. Аня, как вы считаете, в каком формате мог бы происходить диалог с участием представительницы прекрасного пола из Азербайджана и Армении, как лично вы видите, вот помимо того, что мы устраиваем, скажем, телемосты, может быть, это какая-то платформа, может быть, какой-то формат в третьих странах, скажем, в России или в Грузии, или, может быть, даже какие-то совместные мероприятия в Баку и Ереване? Ну, я думаю, сейчас немного рано говорить о совместных мероприятиях в Баку и Ереване, потому что, на мой взгляд, на данный момент оба общества не готовы к этому. А насчет того, что подобные встречи могли проводиться в России или в Грузии, я думаю, что это реально. Тем более, что вице-премьеры встречаются в основном в России. Рабочие группы, две рабочие группы, в которых вице-премьеры участвуют, они встречаются в России. И я думаю, что подобные встречи могли бы проходить в различных форматах. Но для начала я думаю, что нужно хотя бы начать общаться, потому что вы знаете, в чем проблема. Во время советской власти между двумя народами так или иначе был какой-то диалог. Народы жили рядом, они жили в одной стране Советской СССР. А сейчас мы друг с другом практически не общаемся. То есть армяне и азербайджанцы друг с другом общаются исключительно, когда они проживают в каких-то третьих странах или когда они встречаются в третьих странах. Допустим, в той же России или, например, вот в марте текущего года я была в Италии, неподалеку от нас жили азербайджанцы. И я думаю, что нужно хотя бы начать прямой диалог и посмотреть, как у нас это получается, возможно, для начала в третьих странах. А потом, если все пройдет успешно, то можно, конечно, было бы попробовать провести встречи в Ереване и Баку. Спасибо. Джамиля, как считаете вы, возможен ли сейчас какой-то диалог, и особенно с участием женщин, возможен ли он, на ваш взгляд, уже в Азербайджане и в Армении или все-таки пока что только в третьих странах? Вы знаете, тут есть такой момент. Азербайджан постоянно выступает за гуманитарными лозунгами. Но в моей памяти у нас не было такого, чтобы кто-то выходил и открыто протестовал против подписания мирного договора или против чего-то еще, чего мы, к сожалению, не видим у соседей. По этой причине у Азербайджана нет доверия к соседям, потому что доверие возможно в том случае, если две стороны могут между собой общаться. В нашем случае это невозможно. Моя коллега заявила о том, что все инициативы, которые предлагала супруга премьер-министра, отвергались. Как можно говорить о каких-то инициативах, если мы регулярно смотрим по выпускам, по новостям о том, что люди протестуют против подписания мирного договора, соответственно, против диалога между нами? Как можно в этом контексте доверять? Поэтому для беспосредников мы можем, конечно же, общаться. И, как сказала моя коллега, я с ней согласна, в третьих странах мы действительно общаемся. Это в рамках каких-то общественных мероприятий, в рамках каких-то круглых столов. Это было и в России, и действительно за рубежом. И это можно, мне кажется, это можно сделать и здесь. Но для этого необходимо решить вопросы на политическом уровне. Речь о подписании мирного договора, речь о подписании документа о демаркации и делимитации государственной границы. Когда этот момент будет урегулирован, в этом случае люди начнут говорить, потому что Азербайджан будет четко уверен, что вот, соседская сторона признала территориальную целостность нашей республики, и тем самым мы можем спокойно начать налаживать диалог. Это может быть не только в третьих странах, повторюсь, это может быть и в Баку, и в Ереване. Главное, чтобы люди были готовы между собой говорить. Как мне кажется, наша сторона никогда не была замечена в том, что мы прямо открыто и негативно отвергали этот диалог. А на ваш взгляд, все-таки азербайджанское общество готово к тому, чтобы этот диалог сейчас проходил? Вот если брать простых граждан? Можно сказать, что мы полностью готовы, за весь народ мне сложно, но я думаю, что постепенно, конечно, без каких-либо там недочетов не будет, но постепенно, общаясь друг с другом, мы научимся доверять. И тем самым, конечно же, диалог будет построен. То есть я правильно понимаю, что пока основная проблема кроется в том, что в общем и целом азербайджанское и армянское общество в чистом виде пока не готовы к тому, чтобы разговаривать напрямую, друг с другом, ездить друг к другу в гости и осуществлять какие-то формы? Ездить друг к другу в гости пока рано, я так думаю, но начать пытаться говорить вполне можно. Главное, чтобы было желание от собой. Спасибо. Аня, думаю, вам тоже есть что сказать на этот счет. Задам еще вопрос. Вот какие-то совместные проекты между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении, может быть, между журналистами, на ваш взгляд, они реальны? И что, на мой взгляд, очень важно, без участия третьих стран реализовать какую-то платформу, реализовать какой-то гуманитарный проект, направленный на сближение, скажем, журналистов? Как считаете вы? Вы знаете, я, пожалуй, соглашусь с Чамилей о том, что между сторонами отсутствует доверие. Только я хотела бы уточнить. Дело в том, что у нас не протестуют против мирного договора как такового. У нас протестуют против того, чтобы мирный договор был подписан исключительно на условиях Азербайджана. И более того, я могу привести один небольшой случай, который произошел буквально пару недель назад, относительно того, насколько народы готовы на самом деле к сближению. Какой-то азербайджанский телеграм-канал, я сейчас не вспомню точно, то ли Акинас, то ли Девичья башня, опубликовали фотографию одного азербайджанца, который надел футболку Генриха Махитаряна. И сказал, что не считает... Генрих Махитарян известный армянский футболист. И он сказал, что не считает армян своими врагами. И вот против него сразу поднялась такая волна. Во-первых, само издание его довольно сильно ругало. И, кроме того, многие пользователи соцсетей тоже писали, что как не стыдно, как можно так себя вести и так далее. То есть я не считаю, что азербайджанское общество в принципе готово к какому-то диалогу, если на то, что человек просто одел футболку армянского футболиста, поднимается такая волна негатива. Я считаю, что журналисты могут попытаться начать общаться. Депутаты так или иначе, спикеры парламентов общаются, опять-таки, в третьих странах. Но мне кажется, что для того, чтобы начался какой-то продуктивный диалог и для того, чтобы в нем был спрос, то есть чтобы это интересовало других людей, чтобы люди действительно этого хотели, нужно, чтобы между странами было укреплено доверие, чего я сейчас не вижу. Если позволить одну ремарку. О том примере, о котором вы говорите, возможно, это в армянской общественности это была какая-то информация или событие дня. Если честно, для азербайджанской общественности эта информация и этот негатив, о котором вы говорите, он сошел на нет. Я лично особо не помню, чтобы кто-то мне говорил, что был такой случай, я от вас это слышу. И вы знаете, если мы уже будем приводить в пример ситуации в телеграм-каналах, то я могу вам привести и после эфира отправить столько новостей, которые проходят в армянском телеграм-канале за любого армянского блогера, который говорит о том, что необходимо подписывать мир и так далее. То есть если уж мы будем приводить эти примеры, то их можно столько же представить, я вам могу, этого будет очень много. И то, как любой человек, который выступает за то, что давайте признаем Карабах азербайджанским, давайте подпишем мирный договор, давайте жить в мире. И тот негатив, который на него льется в комментариях, в телеграм-канале, это сплошь и рядом. Вы, наверное, сами это видите. И я думаю, что это нельзя считать каким-то примером того, что азербайджанцы поднимают негатив за какую-то футболку. Вот для нас это не была тема дня. Как вы считаете, в азербайджанском обществе готовы к тому, чтобы, скажем, даже просто высказывать какие-то комплименты в адрес армянских, условно, спортсменов, музыкантов? Конечно, почему не? Давайте вспомним Европейские игры 2015 года, еще до того, как Азербайджан восстановил территориальную целостность. Вы же видели эти эфиры, эти нарезки, они сплошь и рядом. Мы сами присутствовали на этом. Там все-таки были специфические условия, там спортсмены были и под охраной, и там все было очень строго организовано, так скажем. В любом случае никакого негатива не было. Вы же сами это видели. Сюда приезжают правозащитники армянской национальности, они спокойно проходят по городу, они проходили мимо армянской церкви, которая стоит в центре города. Спокойно, не было никого, никто не пытался на них напасть, никто не пытался их оскорбить, никто не бросался камнями или чем-то другим. То есть мы вполне в этом плане очень спокойно относимся, мы готовы общаться. Мы просто хотим, чтобы это было взаимно. Ведь регулярно с момента, с 2020 года, после 44-дневной войны, мы регулярно выступаем с какими-то гуманитарными лозунгами, призываем развивать Карабах, делаем это, демонстрируем это, но говорим, давайте подпишем, давайте вместе будем развивать, давайте будем общаться, но этого нету. Да, возможно, на уровне необходимо подкреплять это все доверием, но, опять-таки, мое личное мнение, пока на политическом уровне этот момент не будет решен, как я уже говорила, подписанием мирного договора, то общественные и гражданские инициативы, они не будут столь эффективными. Но это лично мое мнение. Спасибо. Я вижу, что, Аня, есть что ответить. И как раз хотел вас спросить, на ваш взгляд, до подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном, возможно ли реализовать какие-то инициативы? Есть такое мнение, что подлинный мирный договор – это как раз-таки гражданский диалог, это общение между простыми людьми, представителями различных профессиональных сообществ, или все-таки пока не будет подписан документ, ни о каком диалоге речи быть не может, на ваш взгляд? Да, я что хотела уточнить. Я общалась с бывшим депутатом Национального собрания Армении Тайваном Погосяном, примерно год назад, по поводу их поездки в Баку. Я хотела узнать, в каких условиях проходила эта поездка. И он тоже рассказал довольно много интересного. В частности, он сказал, что, во-первых, был очень жесткий контроль за ними, и они всего один раз имели возможность выехать в город, посмотреть город, а потом сказал, что у нас было желание посетить церковь. На что нам ответили, что вы никуда выехать не можете, потому что вас тут каждая собака знает, и очень много негатива в связи с вашим визитом в Азербайджан. То есть, по-моему, все эти визиты, все эти посещения Азербайджана армянами не столь прозрачные. Кроме того, азербайджанцы тоже приезжали в Армению, например, депутаты, они гуляли по улицам, азербайджанские спортсмены приезжали в Армению и тоже гуляли по улицам, и, кажется, все остались живы-здоровы. Даже сфотографировались в иранской мечети, назвав ее азербайджанской. На что Иран также отметил, что это иранская мечеть. Что касается мирного договора, то я считаю, что мирный договор возможен только в том случае, если он будет исходить из интересов всех сторон. То есть, если мирный договор будет подписан исключительно на условиях одной стороны, он не будет эффективным. Через некоторое время опять будет война, опять будут разногласия. Мирный договор должен учитывать также интересы армян Карабаха, которые не хотят жить в составе Азербайджана, о чем они неоднократно говорили. И блокада Лачинского коридора тоже является явным свидетельством того, что никакой доброй воли и никаких гуманитарных шестов Азербайджан не демонстрирует. То есть, держать людей в блокаде, отключать им газ, отключать им электроэнергию, это вовсе не говорит о доброй воле. Кроме того, существует право народа на самоопределение. И эти люди неоднократно говорили о том, что они не хотят жить в составе Азербайджана. Азербайджана. Поэтому я считаю, что нужно учитывать их интересы тоже. Что касается того, что касается самого мирного договора, важно, чтобы в обществах было желание для общения. В противном случае мирный договор останется всего лишь мирным договором на бумаге. То есть, он будет подписан, но его условия не будут выполняться просто-напросто. Спасибо большое. Есть что-то ответить? Конечно. Никакой блокады не было. Давайте будем называть вещи своими именами. Не знаю, были ли вы там, но я была на этом участке дороги. Лично никакой блокады... Блокады это что такое? Блокады это когда перекрывают дорогу и не пускают ни туда, ни сюда. В этом случае там ехали машины миротворцев, там ехали машины Международного комитета Красного Креста. Сейчас до сих пор через пропускной пункт проходят ваши граждане. Блокада это когда закрыли дорогу и не пропускают никого. Вот это блокада. Насчет мирного договора. Возвращаемся к нему. Те пять пунктов, которые предлагает Азербайджан, между прочим, ваш премьер-министр Пашинян сам сказал, что эти пять пунктов приемлемы для армянской страны. Эти пять пунктов он сам называл. Он сам открыто перед последней встречей лидеров говорил о том, что он признает территориальную целостность Азербайджана. Не было того, что армянская страна предложила Азербайджану какие-то пункты, и Азербайджан их отверг. Разговор между лидерами шел на уровне того, что пять основных пунктов, все мы их знаем, которые предложил Азербайджан, армянская сторона приняла. И это официальные заявления армянских властей. Это я говорю о Пашиняне, а не о азербайджанской стране. Чтобы сказать, что Азербайджан предложил те принципы, о которых армянская сторона резко начал протестовать. Что касается того, что армяне Карабаха не хотят жить в составе Азербайджана, но тут уж, простите, международное право. Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджанской республики. Если кто-то не хочет жить в составе какой-то республики, он просто уезжает. То тут Азербайджан готов признавать права всех граждан своей страны, будь то армяне, русские, украинцы, неважно кто, какой национальность. Азербайджан соблюдает их права, всех граждан своей страны. Что еще мы должны предложить? Если мы говорим о том, что мы хотим на страхе налаживать диалог, то о каком диалоге можно говорить, если вы мне говорите открыто, что нет, мы не готовы признавать Карабах частью Азербайджана. Хотя Армения, Юрий, никогда не признает территорию Азербайджана именно Карабаха. Спасибо, Джамиля. По-моему, у нас беседа перетекла в политическую плоскость. Аня, я вижу, тоже есть что ответить. Я как раз хотел задать по последнему вопросу нашим дорогим гостям. Аня, как вы считаете, возможен ли диалог между профессиональными сообществами, если мы говорим, например, о журналистах, напрямую, без посредников, собственно, как мы сейчас с вами общаемся, или все-таки даже представителям, скажем, сообщества журналистов, ученых, деятелей искусства из Азербайджана и Армении, так же, как и политикам, все равно нужны посредники. Пожалуйста, и если у вас есть какая-то реплика. Да, во-первых, я хочу сказать, что Никол Почнян выражает свою точку зрения. Не все граждане Армении выбирали Никола Почняна. Я голосовала за Роберта Кочаряна. Кроме того, наш президент Роберт Кочарян неоднократно говорил, что Армения также признает независимость территориальной целостности Азербайджана, но Нагорный Карабах не имеет к территориальной целостности Азербайджана никакого отношения. Он несколько раз это говорил на различных площадках. Никол Почнян выражает свою точку зрения, но это не значит, что весь армянский народ тоже согласен с его точкой зрения, тоже считает, что эти все принципы приемлемы и так далее. Кроме того, я повторяю, существует право народов на самоопределение. Более того, вот вы говорите, что вы соблюдаете... Например, вот про блокаду. Например, блокадный Ленинград также доставляли продукты с большим трудом. Но это считалось блокадой. Когда у людей нет практически никакой возможности, кроме как с помощью миротворцев или через Красный Крест выехать, это тоже, возможно, частичная, но блокада, о чем говорим не только мы, об этом говорили и министры иностранных дел России, и пресс-секретарь Бидавария Захарова, и многие международные организации об этом тоже отмечали, многие международные лидеры. Есть решение международного суда ООН относительно того, что Азербайджан должен разблокировать Лачинский коридор. Однако никаких действий не последовало от Азербайджана. Более того, я считаю, что блокады – это бесчеловечно. То есть люди, которые живут в Карабахе, они должны считать, что Азербайджан просто заблокировал дорогу для того, чтобы им жилось хорошо. Туда продукты не поступают практически. У людей есть талоны на фрукты, они не могут эти фрукты купить, потому что фруктов нет. Это единственная дорога, дорога жизни, которая связывает Армению и Карабах. Поэтому я считаю, что это несколько бесчеловечно. Женщина во время этой экоакции, вот я не знаю, я считаю, что экологи должны любить и животных, и окружающую среду. Но когда женщина душит голубя, и когда женщины в норковых шубах сидят и говорят о какой-то экоакции, то это даже выглядит как-то смешно. Что касается... Посредников. Посредников, да. Я считаю, что сегодня у нас, в принципе, получился скорее даже не диалог, а два монолога. То есть мы, в принципе, друг с другом практически ни в одном пункте, полностью не были согласны. Поэтому я думаю, что посредники на данном этапе нужны. Может быть, в будущем сложится такая ситуация, когда мы сможем общаться без посредников. Но на данный момент это маловероятно. Более того, я вам скажу такую вещь. Мой дедушка был бакинский армянин, и у него были друзья азербайджанцы. Но он покинул Азербайджан, он покинул Баку, он очень тосковал в последние годы жизни, что он не может элементарно посетить кладбище своих родителей. Так что какие-то отношения, в принципе, возможны. Более того, в третьих странах я знаю случаи, когда азербайджанцы и армяне общаются друг с другом, развивают совместный бизнес, когда есть общение, семьи дружат. Даже в советское время бывали семьи армяно-азербайджанские. Но на данный момент действительно разлом между нами очень велик. И очень сложно вести диалог. Спасибо большое, Аня. Джамиля, тот же вопрос к вам по поводу непосредников. Если можно, я отвечу. Вы говорите о блокаде Ленинграда. Это Вторая мировая война. Это военное время. Мы сейчас говорим о мирном времени. Мы живем не в военное время сейчас. Война закончилась. Это первый момент, который я хотела ответить. Вы говорите о птичке, которая, к сожалению, погибла. Почему мы не вспомним людей, которые погибали там? Вы говорите сейчас, точнее, вы пытаетесь сделать кого-то виноватым. Здесь вопрос. Вы говорите, вы голосовали за Кочаряна. Это, к сожалению, для вас, что выбрали Пашиняна. Но это представитель вашей страны. И он отвечает на различных международных площадках за вашу страну. Соответственно, он принимает решения за вашу страну. И мы основываемся на заявлениях властей вашей страны. А власть вашей страны в лице Пашиняна выступает. Соответственно, говорить о том, что вы выбирали Кочаряна, ну, простите, тут уж как проголосовали у вас, так и выбрали. Это второй момент. И третий момент касательно, опять-таки, того, что вы сами себе только что противоречили. Говорите, что мы без посредников не можем общаться. А потом говорите, что есть семьи, а там ваш дедушка, который скучал, дедушка обращался, чтобы приехать сюда. А почему не вспомнили? Как азербайджанцы скучают по тем временам, когда они жили? Они жили в Армении, у них были там тоже дома. Кто-то тоже вернулся, у кого-то там остался дом, кто-то не от до сих пор, кто-то умер, не увидев свой дом. Кто-то до сих пор не вернулся в эти дома. Когда мы говорим об одной стране, надо автоматически думать о другой. Но в этом контексте обязательно нужно говорить о международном праве. Есть международное право. Вы говорите о каких-то документах, заявлении Лаврова, о заявлениях Марии Захаровой. Не было таких заявлений, где она называла это блокадой. Есть международные документы. Мы можем также вспомнить четыре резолюции Совета безопасности ООН, принятые в 93-м году, если уж мы говорим. Есть международное право и есть желание двух сторон. Вот о чем надо говорить. Мы можем хотеть абсолютно все, что угодно, но есть международное право, в рамках которого мы можем обсуждать те или иные вопросы касательно территориальной целостности. И опять-таки, мы ушли в политическое русло, возвращаясь к вопросу Руслана, о том, можем ли мы общаться без посредников. Конечно, можем. Мы же в рамках круглых столов общаемся друг с другом, общаемся. Мы можем обсуждать какие-то моменты, как двухсторонние, так и события каких-то других стран. Мы можем это делать. Главное, иметь желание. И любые мероприятия, которые были за рубежом, там и армяне, и азербайджанцы, да, они могут где-то поспорить, да, они могут обсудить, какие-то дискуссии проводить, но они могут без посредников это делать. Если мы имеем в виду там стороны, понятно, что когда ты идешь на какое-то мероприятие, там не только Азербайджан и Армения, там часто, если это формат СНГ, то там представители других стран СНГ. Если мы в этом контексте считаем их посредниками, тогда окей. но мы-то часто говорим там друг с другом, мы парируем, мы что-то обсуждаем, и мы можем это делать. Просто главное делать это в рамках международного права. По крайней мере, на данном этапе. После того, как будет налажено доверие, конечно, мы можем уже обсуждать, там, все время не парировать тем, что есть международное право, не забывайте про международное право. Тогда мы можем спокойно уже обсуждать какие-то моменты, договариваться, разговаривать, поднимать какие-то проблемы озвучивать какие-то просьбы только в этом случае но опять-таки на данном этапе всегда надо помнить что есть а международное право я правильно понимаю что даже представителям профессиональных сообществ пока трудно общаться без посредников вы знаете я был на мой взгляд можно было бы если мы говорим о государственных структурах было бы хорошо начать на уровне амбудсменов двух стран начать общение а что касается общественных опять-таки на уровне журналистов на уровне историков на уровне любых общественных деятелей я думаю можно попробовать просто главное чтобы была какая-то платформа было что обсуждать там поднять какие-то вопросы договориться там собраться допустим 5 человек от армянской стороны 5 человек от азербайджанская там мы будем там раз в неделю собираться там онлайн формате или там в третьей стране или наоборот друг у друга но это наверное чуть попозже на следующем этапе но по крайней мере можно начать я думаю что это возможно главное просто захотеть спасибо большое подходя уже к завершению нашей программы я хотел бы обратиться к каждой из наших дорогих гостей они хочу попросить вас если вам есть что сказать с какими словами вы бы обратились сегодня к жителям азербайджана но на самом деле я также хотела бы отметить что амбудсмен армении арман татуян неоднократно говорил что он согласен встретиться с амбудсменом азербайджана я не знаю почему эта встреча не произошла вероятно представительница азербайджана не захотела беседовать с арманом татуяном что касается того с какими словами можно было бы обратиться на самом деле я считаю что очень важно чтобы был между народами мир но при этом нужно учитывать что в любом конфликте всегда есть как минимум две стороны и обязательно когда заключается какой-то договор нужно учитывать интересы всех в противном случае уже это говорила договор остается всего лишь формальностью условностью которая записана на бумаге есть очень много договоров которые так и не были претворены в жизнь поэтому я думаю что можно было бы постепенно начинать диалог постепенно начинать общение но для этого хотя бы нужно постепенно укреплять доверие на данном этапе я считаю что доверие между нами нет противоречий очень много но мы можем постепенно стремиться к тому чтобы попытаться хотя бы узнать друг друга как говорил вашей программе александр аскандарин сейчас одна из главных сложностей заключается в том что люди имеют представление друг о друге в абсолютных каких-то понятиях то есть азербайджанцы считают что армяне плохая нация причем я эту формулировку слышала несколько раз на различных площадках и в соцсетях тоже кстати очень часто азербайджанцы пишут вот вы знаете армяне плохая нация обычно плохих наций не бывает бывают плохие хорошие люди а для того чтобы понять это нужно какое-то общение возможно общение подобного рода в чем-то поможет нам хотя бы сделает позицию друг друга более понятный спасибо вам большое они джамиля с той же просьбой хочу обратиться к вам чтобы вы сказали сегодня жителям армении один момент отвечу по поводу амбуцмана наш амбуцман по ее заявлениям официального навсегда открыта к этому диалогу по поводу обращения я бы просто хотела пожелать армянам мир ехать чтобы они отказались от каких-то нерациональных заявлений и нерационального поведения отбросили все мифы и просто жили в мире не думая о соседях думая себе о своем развитии ведь мир он поможет им самим открыть какие-то новые в том числе экономические возможности нужно понимать что зло порождает зло самая главная цель сегодня для нас всех это сохранить устоявшийся мир поэтому я им желаю только мир спасибо большое по моему сегодня у нас состоялся самый острый диалог из всех телемостов которые мы проводили я в любом случае благодарен нашим прекрасным гостям главный редактор информационного портала медиа с джамиля алик первого а из еревана к нам присоединялась независимая журналистка а не 6 и в завершении на правах ведущего я хотел бы обратиться к нашим дорогим телезрителям главным образом в азербайджане и в армении как известно сегодня ереван и баку находятся на пороге подписания мирного соглашения мы не знаем когда именно это произойдет мы не знаем каковы будут параметры этого документа но ясно одно настоящий подлинный мирный договор между азербайджанцами и армянами будет достигнут лишь тогда когда представители двух народов начнут договариваться друг с другом а не враждовать если мы хотим чтобы наши женщины плакали только от счастья а не от горя договариваться нужно незамедлительно вел программу руслан сулейманов оставайтесь на cbc а а а Субтитры создавал DimaTorzok